Ну идем, ладно, ломала. Ну а что я свет не включу? Ничего не вижу. Люсь, ты что-нибудь видишь? Или нет? Что то? Красота. Какой сегодня день. Ты чудесный. Правда. Харька, ты чихнула, значит правда. Подожди. Подожди. Подожди, Люська, спрячу ключ. Воняем какими-то в подвезде жарными яйцами. Стой! Стой! Люсь, стой! Открою, проветрится. Смотрите, как красиво, мои любимые. Это что там? Давайте хоть поздороваемся, что ли. Добрый, прекрасный вечер. Какое небо. Я с меня даже закат не сняла, потому что вся в делах окипчела. Иду в шортиках, там холодно, туда дела, кофта. Пойдем, Люсьечка, сидеть. Ой! ой, какие не нравятся. Послушание. Вы когда-нибудь наблюдали, когда ребенку что-то не нравится, что-то не по его, он начинает капризничать, там падает на полу, начинает бить ногами. И точно так же ведет себя наш ум. эгоистичный, который хочет, чтобы все было по его, чтобы ты, который бесконечный, нет никаких ограничений, нет никаких стен и заборов, чтобы тебя контролировать, ограничить и так далее. но ум пытается, постоянно пытается. И когда ты делаешь что-то свободно, ум не может это объять, проконтролировать, он начинает сразу же выпадать на вибрации агрессии, недовольства, там каких-то психов, ора и так далее. И превращается реально в каких-то рептилоидов, что ли, я не знаю, вот как, помните фильм «Чужой-чужий»? Просто там езжать, когда что-то не появилось. Вот реально. Мне ВКонтакте женщина написала что-то насчет того, что Бог недоволен теми, кто делает плохо, кто там живет не по закону и так далее. И у меня в моменте сразу же в потоке ответилось этой женщине, что на хорошо и плохо разделяет только ограничивающий ум, который вот в определенных каких-то действует программах, законах. А сердце твое живет только по закону Бога. И оно не может делать что-то неправильно. Для него нет правильного и неправильного. Для него все божественно. Оно просто в принятии. Твое сердце это как продолжение тебя. Это как вечный источник, который находится просто в благости, в безусловной любви. оно если любит, то совершенно не так, как ум. Оно любит без ожиданий. Не для того, чтобы, не потому, чтобы, не от того, чтобы, а просто потому, что любит, просто потому, что ты есть. По факту твоего присутствия божественного, твоего существования, а не потому, что у тебя есть что-то на что тот же ум реагирует через свои представления. Вот у тебя есть какая-то штучка, а у меня с этой штучкой до хрена чего связано, и я через эту штучку, вот через ум могу тебя полюбить. Потому, что у меня через эту штучку идут ассоциации воспоминания с Новым Годом, с Днем Рождения мамы, бабушки, дедушки, кого-то. И через вот эту штучку, там любую, я не знаю, какую-то куколку, какую-то собачку, кошечку, там девочку-блондинку, или мальчика-брюнета, или еще чего-то. тюрьму, тюрьму, и вот ты просто раз увидел вот, например, вот эту розочку именно такого цвета, именно такой формы, которую тебе там первая твоя любовь дарила, или что-то. И сейчас вот этот мальчик, или вот эта девочка принесла тебе, или принес вот эту же такую же розочку один-додинку, и твой ум как лампочка зажегся, и у тебя уже пошла любовь к этому человеку. Но это не настоящая любовь. Это то, что приходящее, потому что ты любишь определенно за какие-то вещи. Вот хоть нам и постоянно как вставляли, что нужно любить человека по делам. Ну, а если ты осознанный, ты осознаешь, что никто ничего не делает, что это только ум присваивает, что он сделал, он принес, он заработал, он помыл себе ноги. Хотя тело живет само, а ты как наблюдатель и как тот, который наблюдает этого наблюдателя и ты все абсолютно и даже это тело и не оно и до него и после. И сложно вообще объяснить уму даже какие-то казалось бы элементарные вещи, что вот это безгранично твое сознание, то есть нет какого-то предела, вот ты определенные там знания получил, первый, второй, десятый, класс, одиннадцатый, а потом все, у тебя переполнился твой ум и больше нечему учиться, ты уже в совершенстве все знаешь и твоя котомка полна, полная хрень, потому что ты бесконечное вечное сознание, божественное творение не ты во вселенной, а все вселенные в тебе, все мироздание в тебе, все звезды, все галактики, все миры, и это невозможно понять уму, как бы ты не объяснял, как бы ты не пытался и не ходил на какие-то там всевозможные сатсанги, что-то там, это все абсолютно игры ума, и так же, как определенные какие-то вещи мы проходим, так как всему свое время мы учимся вот чему-то, каким-то ярлычкам, чтобы просто объяснить нашему уму какие-то вещи, что происходит на свете, что вообще происходит, ум, например, сдуревает от каких-то энергий, от каких-то вибраций, а мы даже не знаем, как это обозначить, и просто придумываем ярлычки, вот это вибрация, вот это энергия, вот это сознание, вот это там кто-то, а на самом деле все настолько божественно и просто, даже если ни одно слово не будет произнесено тобой, или каким-то там твоим учителем, или кем-то, ты можешь все считать, потому что ты проявленный бог, у тебя есть абсолютно все знания, ты можешь просто находиться там, я не знаю, в поле своего мастера, не понимать языка, на котором он там, не знаю, проповедует, и можешь все с него считать, всю информацию, потому что ты само знание, ты сама любовь, вот, и когда эта девушка, когда я ей сказала, солнышка, нет, никакого разделения на хорошо и плохо, все единый бог, все божественно, вот в этом доме структура вот атомы, и там субатомы, ядра этих атомов, и если идти глубже, и дальше, и дальше, и дальше, то все состоит из того же, из чего состоится твое тельце, осознай, и харита состоит из того же, из чего состоит твой божественный костюмчик, твой вот этот вот храм, который называется тело, и я не знаю, и вот этот дом, и вот это дерево, и вот этот столб, и вот этот знак, и все абсолютно состоит из того же материала, все едино, ну, и девушка, вернее, ее ум, когда почувствовал себя ущербным, почувствовал, что я как будто бы хочу ее там принизить, ее какое-то там, знаете, это, она что, говорит, говорит, нет, а то, что бог такой справедливый, и он любит только тех, которые в послушании, а тех, которые не в послушании, он не любит, и он их уничтожает, и там что-то там такое, она мне рассказывала, вот, очень непонятное, хотя понятное, и когда я в моменте сразу же ей так через поток у меня ответилось, я даже не было такого, что я там думала, что ей ответить, как ей ответить, ну, наверное, надо было подумать, как ответить ее уму, потому что она реально спит, она вообще не слышит, о чем я говорю, вот она начала оскорблять, сквернословить, потом, когда она почувствовала, ну, я думаю, что все равно почувствовала, что я невышибаемая, она начала просто угрожать, и там не знаю чего, и я так же, как наблюдаю ее, вот эти вот все там какие-то непонятные говорения, я точно так же наблюдаю и свой ум, и реакцию свою на вот это действие, и приятно отметила, что раньше, наверное, я бы там что-то начала переживать бы, вот не столько за себя, вот честно, сколько за эту девушку, что она, я, конечно, не не преследовала то, что я там хочу ее обидеть или оскорбить, ее какое-то неведение, там, что она не ведает, что творит, а сейчас у меня реально, у меня так все ровно, вот нет никакого там каких-то там эмоций, возмущений, желания ей там ответить, чтобы она перевернулась, или что вообще этого всего нет, понимаете, у меня настолько так просто покой, как и был, вот, я вспомнила девочку, правда, я сейчас улетела, вспомнила эту девочку, которая мне тоже там говорила, что вот эти пробужденные, они какие-то, блин, вообще бесчувственные, да нет же, если у человека нет эмоций, реакции на что-то, на какую-то ситуацию, это не значит, что он бесчувственный, это просто значит, что он еще шире видит эту ситуацию, этот момент, еще тоньше, еще глубже, и он просто уже не реагирует, смешно реагировать на ограниченный ум, который видит все вот только до носа, а дальше нет, дальше везде стоят блоки ума, красиво, там окошко горит, ой, какой светик, Люсь, куда ты меня тащишь, Люсь, потихоньку, потихоньку, солнышко, так что, когда начинаются угрозы, оскорбления и все остальное, даже не надо ничего слушать, даже ничего не надо знать о том состоянии, в котором находится человек, потому что все абсолютно понятно, даже без смысла того, что говорится. Красиво как. Боже, боже, девочка написала Ирочка, я тоже живу в Новгороде, я не вижу всего, что ты видишь. А я уже говорила, по-моему, а я почему-то все стала видеть с некоторых пор. Раньше тоже ничего не видела, жила в Ливане, и сейчас вспоминаю, там такая красота, была, горы, море, солнце, яркие такие все цвета и краски, а я вообще ничего не видела, кроме проблем, как мне там девушка, она сказала в Ливане, мужик ли, мужик ли, проблемы и проблемы, проблемы на проблеме, посмотри на себя, Ира, она, эта девушка, прям как ангел, в аэропорту работала, сказала, ты такая классная, такая веселая, такая светлая, такая разумная, и ты переживаешь о несуществующих вещах, о тленных вещах, живи, вот сейчас, наслаждайся, радуйся, зачем ты думаешь, что будет через три года и 33 дня, это же смешно, да, я тогда вообще ее не слышала, думаю, что все дура, она вообще меня не слышит, наверное, точно так же, как эта девушка, которая сегодня меня не слышала, вот, возвраточка прилетела, ух,